друзья всем привет ну что начиная утро первого дня свои диеты начинаю как обычно с кипятка выпиваю примерно 1 2 стакана мелкими глотками в течение получаса сейчас пока время праздничное позволяет наслаждаюсь этим процессом когда выйду на работу буду уже смотреть вот заварила еще мяту мята очень полезно для желчного поэтому попробуйте мягкое действие его очень полезно для организма но естественно если нет у вас противопоказаний в моем ежедневнике расписала уже меню на первые 8 дней составила список продуктов которые необходимо будет докупить позже покажу а это чечевица я ее замочила с вечера сейчас буду отваривать минут 15-20 пока пью свои настои кипяток для полного детокса организма я подключила полисорб и бифидобактерин бифидобактерин полезен для кишечника содержит бифидобактерии восстанавливает микрофлору его вот в данной упаковке он самый бюджетный в аптеках он примерно в районе 100 рублей и по рейтингу на первых местах полисорб это сорбент который позволяет мягко очистить кишечник не всасывается в кровь выводит все гадости которые у нас есть в организме его назначают при отравлениях при разных аллергиях ну и также при очищении организма его тоже можно использовать прочитайте в инструкции все показания противопоказания стоимость его зависит от объема упаковки в пределах 300 400 рублей но все чечевица у не сварилась сейчас его процежу солью воду и в горячем виде виду кушать в чем же заключается смысл моего питания каждое потребление пищи должно содержать овощную подушку в виде салата это может быть капуста пекинская капуста огурцы помидоры перец редька сельдерей можно использовать все овощи какие вы сможете найти но основа да у вас будет это листья салата капуста белокочная капуста то что вы любите и уже помаленьку добавляем огурцы помидоры перец небольших количествах основа идет именно салат далее к салату мы добавляем белок либо углевод и между собой мы их не смешиваем это очень важный момент также и по заправке салата маслами если вы допустим кушаете салат с крупами то можно добавлять масло масло кунжутное либо масло оливковое но и по желанию на любителя льняное если вы планируете кушать белок то салат мы растительным маслом не заправляем можно полить салат лимоном сока лимона горчицы немножко добавить семечки кунжута и в таком виде кушать салата должно быть минимум 200 грамм 250 максимум поверьте насыщение полное будет вот иной раз позавтракаешь к обеду даже еще не проголодался и трехразовое питание если вдруг у вас женские дни вам хочется сладкого и хочется еще кушать в перерывах между едой то запаситесь фруктами яблоки зеленые яблоки и можно орешки миндальные кешью грецкие орехи но не в большом количестве на перекус берем например одно яблоко и 34 орешка дневной рацион выглядит примерно так каждый прием пищи у вас будет основа как вы поняли это салат к салату на завтрак к примеру можно приготовить любую крупу по списку она должна быть с высоким содержанием белка на обед можно либо рыба можно даже жирных салт сортов и лосось и семгу и скумбрию посмотрите по списку и мясо но мясо должно быть не жирная свинину мы здесь не кушаем язык ковяжи курица индейка что-то из вот этого рациона печень можно добавлять и на ужин тоже можно даже молочный белок творог но все это должно быть совокупности вместе с салатом салат в нашем случае это все то есть мы все кушаем вместе с салатом салат очень хорошо насыщает придает сытость и грамотно позволяет переваривать пищу чтобы не было скучно и конечно нужно будет и можно будет в конце недели один прием пищи например выходной день сделать щит милом скушать то что вам хочется и нравится ну конечно не переедать обжорством не заниматься но какие-то вкусные сладости можно будет в один прием пищи сделать и потом возвращаться уже в следующий прием пищи к обычному режиму чтобы крупа была вкусная можно добавлять в нее соевый соус я в последнее время распробовала его с крупой очень вкусно получается вот салатик я поливаю оливковым маслом посмотрите какие огромные порции получается там ни одной все скушать и кстати по калорийности здесь не так много калорий вот если три раза покушать то в принципе мы колораж наберем вместе с белком но это список продуктов которые необходимо было мне докупить что дома не было не хватало для моего рациона если будут какие-то вопросы спрашивайте я вам подробнее расскажу а сейчас приведу меню первых трех дней можете уже по нему питаться если кому интересно если вдруг у вас нет каких-то овощей заменяйте теми которые у вас есть главное чтобы было насыщение насыщение приходит с овощами и соблюдайте конечно граммовку то есть как бы объем овощной подушки должен быть большим 200 250 грамм обязательно добавляйте крупы это наши углеводы наша энергия белок белок тоже должен быть то есть вот это сбалансированное питание это и есть наше здоровье наш гормональный фон наша стройная фигура надеюсь мое видео будет для кого-то мотивации кому-то поможет наладить свой рацион буду рада всем кто присоединиться к моей компании давайте вместе стройнеть ставить цели и вместе к ним идти буду рада вашим пальчиком вверх комментарием встретимся следующем видео